Отец, Сергий, мы с тобой! В Измаиловском районном суде города Москвы сегодня был вынесен приговор бывшему священнику Русской Православной Церкви Николаю Романову в бытность монахом отцу Сергию. Основатель среднеуральского женского монастыря воимой иконы Божией Матери Спарительница Хлебов признан виновным в самоуправстве, нарушении прав на свободу совести и вероисповедания и склонения к совершению самоубийства несовершеннолетних. Впрочем, приговор оказался ожидаемо мягким. Да и гособвинитель, несмотря на наличие трех статей уголовного розыска в обвинительном заключении, просил суд всего о четырех годах лишения свободы. Николай Романов личность неординарная. Бывший советский милиционер в 80-х годах прошлого века был уволен из органов после совершения им ДТП, в котором погиб человек. Устроился на работу в один из магазинов города Пушкин Московской области, однако уже в 1984 году был не только уволен из магазина, но и осужден за кражу государственной собственности, а годом позже арестован по обвинению в разбое и убийстве. Вместе с двумя напарниками Романов напоил и вывез за город командированного в Москву учителя, почему-то рассчитывая найти в его чемодане несметные богатства. Разбойники убили мужчину и сбросили в реку. Их добычи тогда стали несколько десятков рублей. Получив по совокупности совершенных преступлений 13 лет колонии, Романов, как бывший сотрудник органов, был направлен отбывать наказание в Нижнетагильскую 13-ю колонию, так называемую «Красную утку», где, по его словам, пересмотрел всю свою никчемную жизнь, пришел к Богу и принял православие. Освободившись в 1997 году, 42-летний на тот момент Романов не стал возвращаться к своей семье в Подмосковье, остался на Урале и включился в церковную жизнь. Был трудником в Верхотурском монастыре, затем в Алапаевском. Как и многие бывшие правоохранители, Николай Васильевич оказался неплохим хозяйственником и организатором работ. При его участии начал активно отстраиваться Алапаевский монастырь во имя великомучеников российских, а затем и монастырь в урочище Ганина Яма во имя царственных страстотерпцев. В начале нулевых Екатеринбургскую кафедру РПЦ возглавлял архиепископ Викентий Марарь, который не просто оценил организаторский и строительский талант Романова, но и зная о его криминальном прошлом, благословил бывшего убийцу постричься в монахе, а позже и рукоположил в священники – схиегумены. В духовном плане Николай Васильевич также оказался неординарным проповедником. Точнее, два его качества – неистовство, вере и хозяйственность – чудесным образом соединились. Романов был одним из тех, кто призывал людей не получать ИНН, СНИЛС, отказываться от российских паспортов с биометрическими метками, видя в них печать дьявола. Как сообщала еще в 2013 году в своем обращении к начальнику ГУВД Свердловской области и прокурору православная журналистка Рейса Ильина, под влиянием его проповеди люди бросали свои семьи, продавали свое имущество и ехали на Урал к отцу Сергию, отдавая ему и свои деньги, и свои души. С не меньшей легкостью многомиллионные пожертвования Романову делали и крупные бизнесмены, и силовики. И депутаты, и даже федеральные чиновники. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что сам Романов в скаридности увлечен не был. Аккумулируя огромные деньги, он получал удовольствие от возможности распоряжаться ими, строить храмы и монастыри, кормить паству, помогать нуждающимся, спонсировать Екатеринбургскую епархию. Возможно, поэтому долгие годы архиереи закрывали глаза на не совсем каноническую деятельность этого священника. Так, например, уже в своем среднеуральском женском монастыре он практиковал такой обряд, как отчитка или изгнание бесов. Когда к нему приводили нездоровых или одержимых людей, он вступал в диалог с якобы поселившимися в их душах бесами. Надо сказать, что Русская Православная Церковь совсем не приветствует экзорцизм, полагая, что изгнание бесов – это прерогатива Господа Бога, но в крайнем случае особо праведных святых отцов. Однако эффектное шоу, еженедельно устраиваемое Сергием, привлекало к нему тысячи паломников со всего мира, создавая ему славу этакого уральского старца-чудотворца. Отношение руководства епархии к схиегумену, не состоявшему, кстати, даже в штате епархии, то есть заштатному священнику, резко изменилось весной прошлого, 2020 года, когда тот, видимо, уверовав свою миссию, решил удивить всех, заявив о строительстве в своем монастыре самого большого в мире православного храма во имя Софии Премудрости Божией. Само по себе это уже было весьма дерзко – строить где-то в российской глубинке, в лесу гигантский храм, 120 на 120 метров и 50 метров в высоту. Но Романов все это преподавал еще и под сомнительным соусом. Якобы наступают последние дни, Китай придет на Россию войной, и только он, седовласый уральский старец, сможет остановить их нашествие тем, что будет крестить по 37 тысяч китайцев в день в своем храме. Тогдашнему митрополиту Кириллу из московской епархии поступил сигнал остановить, наконец, этот бред. Но личные внушения на Романова не подействовали. Он уже был в том состоянии прелести, когда ни бог, ни черт, ни патриарх ему не указ. Ежедневно на него, как на мессию, смотрели 500 пар глаз преданных монахинь и еще несколько тысяч паломников. В тот момент рядом с Романовым оказался екатеринбургский журналист и пиарщик Всеволод Могучев, похоже внушивший отцу Сергию мысль, что если не удается собрать 37 тысяч пар свободных ушей в храме, то мы соберем их в интернете. И Остапа, в смысле Сергия, что называется, понесло. Еженедельно, а то и чаще, Всеволод начал записывать проповеди своего духовного отца на видео и выкладывать их в соцсетях. А тут еще подоспел и коронавирус. Романов начал призывать свою паству не соблюдать никаких санитарных ограничений, отверг требования патриарха о дезинфекции культовых атрибутов, доходило до того, что человека, пришедшего в любой из монастырских храмов в санитарной маске, могли заставить либо снять ее, либо покинуть территорию монастыря. Коронавирус Сергей, естественно, связал с происками станы и обвинил в услужении нечистому сначала традиционно считающихся жупелами Билла Гейтса, Германа Греева и, естественно, Чубайса. Тогда митрополит уже не в личной беседе, а официально попросил неистового монаха прекратить исполненные мракобесия проповеди и удалиться в схему. После этого врагами веры у Сергия стали уже и сам митрополит, и патриарх, и президент. Церковный суд последовательно лишал Романова священческого сана, иноческого статуса и, наконец, отлучил от церкви. Среднеуральский монастырь превратился в некий оплот сопротивления церковной власти и все больше стал напоминать секту. А в декабре прошлого года состоялся силовой штурм обители, в ходе которого был арестован и сам Романов, и его пресс-атташе Всеволод Могучев. Бывшему священнику предъявили обвинение в самоуправстве, в препятствии на неотправлению религиозных обрядов. Причиной тому стало несколько фактов, когда опальный священник запрещал пускать в свой монастырь представителей епархии, приезжавших, чтобы перенять на себя руководство обителю, и, наконец, самое серьезное обвинение в склонении к самоубийству. Поводом тому стала проповедь Сергия, в которой тот обращался к молодым монахиням с вопросом, готовы ли они умереть за веру. Были ли среди этих сестер несовершеннолетние, мы не знаем, но поскольку видеозапись этой проповеди традиционно была размещена в интернете, следователи сочли, что ее могли увидеть дети и неправильно истолковать. В ходе предварительного и судебного следствия Николай Романов не признал ни одного обвинения в свой адрес. Самовольное строительство зданий на территории монастыря он назвал обычной практикой в Русской Православной Церкви, когда постройки сначала возводятся, а затем узаканиваются, есть такой профессиональный термин, официально. Воспрепятствование права на исповедание, выразившееся в запрете входа в монастырь посторонних священников, подсудимый объяснил тем, что его о предстоящих визитах представителей епархии ранее предупреждали, а в этот раз не предупредили. Ну и к самоубийству, по словам разжалованного игумена, он никого не склонял. Призыв отдать жизнь за веру и отчизну был образным напутствием к совершеннолетним духовным чадам, а кто это записал на видео и позже выложил в интернет, он не знает. Тем не менее, бывший монах уже не так резок в оценках своих идейных противников. В последнем слове он заявил, что прощает и следователей, и судью, и архиереев, написавших на него заявления, и патриарх для него, вновь отец родной, и президент воплощения высшей власти. Так что, видимо, за прежние видеопроповеди расплачиваться придется уже его пресс-секретарю, Всеволоду Могучеву, находящемуся сейчас также за решеткой по обвинению в экстремизме. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята, вместе мы выстоим.